Добрый день! Хочу сегодня программу Прообраз посвятить состоявшейся в прошедшую пятницу 23 октября коллегии Министерства просвещения. Это такой совещательный орган, который официально утверждает, согласовывает политические решения, стратегические решения, которые принимает Министерство просвещения. Интересным это событие мне показалось ровно по одной причине. Это тот случай, когда министр выступает с каким-то программным сообщением, то есть с каким-то докладом серьезным, более-менее аналитическим и так далее. И вот как раз его-то сегодня я и хочу с вами вместе послушать и разобрать. Я хотел бы несколько слов сказать вообще о тех стратегических направлениях Министерства просвещения, которые мы перед собой ставим и, надеюсь, будем совместно решать. Какие бы изменения ни происходили вокруг, фундаментальный и базовой ценностью для нас всех является успех каждого ребенка. Наша стратегия заключается в развитии школы для всех. Мы должны делать все возможное, чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, мог получать качественное образование и развивать свои способности и таланты. Ну, хорошо, кто был бы против. А что мешает сейчас ему развивать свои таланты? Вот, ну, есть? О чем мы можем говорить-то? Принципиальная задача – формировать современного человека, ответственного за свои действия, патриота, уважающего государства, обладающего базовыми знаниями, стремящегося к развитию, умеющего работать в команде, честного, порядочного, трудолюбивого. Но если убрать воду, то получается, что за все хорошее против всего плохого, вот, например, у нас сейчас есть в стране 40 с лишним тысяч школ. 20 с лишним тысяч из них находятся в малых городах и на селе. И, насколько я знаю, там, например, не хватает учителей, катастрофически не хватает. Но вот в этом, на этой коллегии, где решался вопрос, в том числе об учителях, этой статистики, этих данных никто не озвучил. Этим важно понять, что они узнают на уроках. Это в первую очередь про них, про реальную жизнь. Необходимо двигаться от параграфов, страниц и пунктов к навыкам для жизни. Но также важно сохранить и преемственность, использовать богатейший опыт российской системы образования и применять инновационные подходы, которые в совокупности усилят образовательную систему. Ну, это все, конечно, замечательно, но, опять, предметно давайте разбираться. Вот, что именно, о чем речь-то вообще, да? Или это просто опять какие-то лозунги? Конкретику можно услышать из урок министра? Что вселяет надежду? В этом году средний балл поступающих в педагогические вузы увеличился. При поступлении на бюджетное место очной формы бакалавриата он составил практически 70 баллов. Вот я тут ради интереса посмотрел. Средний балл Санкт-Петербургского государственного университета 93 с лишним. Средний балл по всем вузам Санкт-Петербурга, например, это 77 баллов. Если посмотреть статистику по среднему баллу по стране, на экономику, тут 85 плюс. Юриспруденция 86 плюс. Информатика, вычислительная техника. Меньше 79, в более-менее престижные вузы меньше 80 баллов почти тоже нет. Журналистика 95, 94 балла и так далее. Лечебное дело 90, 90. То есть чем восхищается у нас министр? Тем, что почти к 70 баллам средний балл подрос в педвузах. Но это значит просто, что дети, которые, как обычно, не шли на престижные профессии в другие вузы, пошли в вуз педагогический. При том, что в школы эти будущие педагоги не приходят. Вот где статистика у трудоустройства, Сергей Сергеевич? Вы ее озвучите, пожалуйста, тогда будем чем-то восхищаться. Пока, в общем, восхищаться нечем. Результаты национальных и международных исследований качества образования показывают недостаточный уровень качества подготовки школьников по определенным предметам в определенных регионах и классах. Профессиональная компетенция, работа в рядах школ. Если под качеством понимается, например, международное исследование ПИЗа, которое проводилось в России, то здесь я приведу слова одного из коллег, кто проходил это тестирование в качестве организатора. Это вот Анатолий Шперх, уважаемый коллега из Санкт-Петербурга. Пишет он следующее. О деталях распространяться не могу, но скажу. Проблема в том, что российские школы совершенно не учат навыкам работу с неструктурированной информацией, поэтому что мы оцениваем при подобном тестировании и при чем здесь вообще школа, непонятно. ПИЗа меряет совершенно не то, чем занимается школа, она о чем-то другом. ЕГЭ вообще о чем-то третьем. АГЭ, ВПР и так далее, это просто измерители, которые работают вне зависимости от того, с чем работает школа. Поэтому о каком качестве мы говорим. И наша цель, чтобы термин «качественное образование» был понятен каждому, кто связан с образованием. Для этого надо уходить от формализма, обдумать и совершенствовать процессы, связанные с воспитанием детей, их учебой, развитием в них талантов, как учить учителей. Уделять больше внимания всем элементам. Вы поняли, что было произнесено? Я вот перечитываю этот пассаж, подчеркиваю, это написанный текст, это не из головы сказанный. Но я как бы в нем логики не вижу. Надо уходить от формализма, обдумать и совершенствовать процессы, связанные с воспитанием детей, их учебой, развитием в них талантов, как учить учителей. Уделять больше внимания всем элементам. Например, дошкольному образованию. Наша система дошкольного образования одна из лучших в мире. Потому что наша начальная школа лучшая в мире. Я могу сказать одно. Это, конечно, не речь понимающего систему образования человека. В нашем случае мы видим человека, который просто знает, как померить какие-то там баллы. И как, значит, взгреть за плохую, неправильную работу неадекватные оценки, нечестные, как бы оценки отдельной школы, выставленные за ВПР. Вот это он хорошо знает. А как построить систему, чтобы она работала, он этого не умеет. Ну, не потому что он плохой человек. Возможно, что он очень хороший человек, семьянин, прекрасный и прочее. Но это не человек, который способен управлять системой образования. Ну, вот для меня это очевидно. Не знаю, как для вас. Спасибо. До свидания.